Почитаю главу моей книги «Тайная психология денег. Секрет богатства и процветания». Остановилась я на 81-й странице. Повторю ещё раз. Великолепные строки. Ох, из моей книги. Богатый и процветающий человек занимается тем, что приносит ему удовольствие. У него любовные взаимоотношения со своим делом. И деньги работают на него. Почему? Потому что этот человек обладает психологией процветания и владеет знаниями. И одно из золотых правил богатых людей говорит о том, что сначала необходимо заплатить самому себе. Это значит, что от каждой суммы денег он откладывает 10-15%, то есть от 1800 до 180. И спрашивает себя, могу ли я отложить ещё больше. Это то семя, из которого будет расти богатый урожай. Он откладывает не на чёрный день, а чтобы, накопив определённую сумму, вложить эти деньги, чтобы они работали на него и приносили доход. Вы чувствуете разницу, чтобы не он работал за деньги, а деньги работали на него. А человек с психологией бедности, получая 2 тысячи, тратит их все. Порой удивляюсь, почему ему их ещё и не хватает. Следующий очень важный момент – это открытие своего банковского счёта, на который вы будете класть те самые 10-15% ваше семя богатства. И для начала совсем не важно, каким будет первый вклад. Даже если это всего 18 или 80, всё равно найдите, откройте и не думайте, что это так мало. Со временем вы сможете делать всё более и более существенные вклады. Главное другое, что у вас теперь есть счёт. Вы готовитесь к богатству, открыли счёт и настраиваете свои мысли на процветание и изобилие. Да, пока этот вклад мал, зато какой праздник для вашего подсознания. Ваша задача – убедить свой разум, своё подсознание, самих себя, что деньги у вас уже есть и будут всегда, дорогие мои. Можно проникнуться этой идеей. Важно проникнуться этой идеей. И ваша новая правда о себе откроет вам путь к процветанию, будет настраивать вас на правильную волну и привлекать к вам всё больше и больше суммы денег. Как говорится, подобное к подобному. И не позволяйте тратить отложенные деньги. Если очень понадобится, возьмите, но обязательно верните ту сумму, которую взяли. Предположим, вы решили положить на свой счёт 80 долларов. По дороге в банк поделитесь восьмью из них с тем, кто нуждается. А таких людей очень много. Вы понимаете, что я хочу сказать? Ещё вчера, если ещё вчера вы думали о себе, что нуждаетесь, а сегодня вы открыли банковский счёт и даже оказываете помощь другим. А значит, вы имеете деньги. И даже можете ими делиться. А сумма пока не так важна. Важно другое. Ваш статус в глазах подсознания меняется. А вы, я очень надеюсь, помогаете ему регулярно, повторяете позитивные утверждения. Мой доход постоянно увеличивается, вне зависимости от того, отдыхаю я или работаю. Я чувствую себя богатой и знаю, что буду богатой всегда. И вы удивитесь, как быстро будут расти ваши деньги, ваш доход и ваш счёт. Следующий важный момент. Запишите, какие у вас доходы, а также расходы. Вам предстоит подсчитать, сколько вы потратили, сколько тратите каждый месяц, куда уходят ваши деньги. Внимательно посмотрите все статьи расходов. Как обычно бывает, деньги уходят по мелочам. Иногда на то, что совсем и не было нужно. Предположим, если вы курите, подсчитайте, сколько вы тратите на сигареты в день, в неделю, в месяц и того в год. Вам не кажется, что эта сумма составляет ещё оплачиваемый отпуск? Да и здоровье у вас прибавится, если вы измените эту привычку, и денег станет больше. Кстати, задумайтесь, что может быть важнее здоровья? Если у вас много денег, а нет здоровья, то ничего и не в радость. Также обстоят дела и с привычкой к неограниченному шоппингу. Если вы покупаете, 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 а потом думаете, что надеть-то нечего, или зачем я это купила? Мне это совсем не нужно, зачем потратила деньги. Лучше подумать, пересмотреть свой гардероб и купить несколько хороших, дорогих вещей, которые вы будете носить, радоваться и излучать флюиды богатства. Чем много дешёвых вещей. Не потому, что они нравятся, а потому, что со скидкой или на распродаже, а потом думать, куда это всё девать. Многие зарабатывают прилично, но ещё умудряются покупать товары потребления в кредит. И имеют огромные долги, одна мысль о которых выводит их из равновесия. Получив очередную зарплату, они бегут в магазин и тратят, тратят, тратят. Причём чаще всего на вещи, которые не так уж ему нужны. А как же не тратить? Такая красивая реклама везде. Это новая марка автомобиля для уверенных в себе людей. Каждая леди должна иметь именно такой новенький маленький мобильный телефон. А вы скажите себе так, да, я уверенный в себе человек, я настоящая леди, поэтому я буду мудро распоряжаться своими доходами. Получу денежки и сначала заплачу себе, отложу 10%. Потом подсчитаю, сколько надо заплатить по счетам в этом месяце, а также отложу на развлечения, удовольствия и шоппинг. Кстати, лучше сделать своим девизом не меньше тратить, а больше зарабатывать и иметь денег, но откладывать всё равно надо. А также составить чёткий план, по которому вы сможете расплатиться за потребительские задолженности, если у вас таковые имеются. Вы достойны всего самого лучшего и прекрасного, что может предложить этот мир. И у вас будет всё, что пожелаете, если вы будете правильно направлять свои мысли.